Провести прямой эфир в нашей с вами рубрике «Простые истины». Я думаю, нужно просто взять какой-нибудь пример из жизни, то, что было, скажем так, в ближайшем времени, не так давно. И я вспомнила про свою клиентку, она ко мне пришла с таким глубоким достаточно запросом, но ещё один маленький такой, знаете, как ответвление, то, что её истина начала беспокоить. Это касалось того аспекта, что она достаточно часто меняет своё мнение на тот или иной счёт по поводу того или иного аспекта в своей жизни. И ей стало прилетать извне замечание на данную тему, что ты какая-то не такая, ты безответственная, так нельзя поступать, да, если ты решила, так ты решила, ты чего тут, знаете, как, давайте этот жаргон модный, переобуваться вдруг, да, надумала, с какой-то стати, кто тебе такое право давал, да, сказала, делая так, как ты сказала, не меняя своих чувств. И это привело к тому, это она наблюдала на протяжении пару лет своего духовного развития, что когда она занялась духовным развитием, когда она начала практиковать, да, медитацию, там регулярно, ну, скажем так, да, заниматься йогой, тантрой, заниматься, да, там, своим сознанием, вычищать то, что мешает ей просто элементарно наслаждаться жизнью. С этого, скажем так, момента, когда в ней началось такой, знаете, как момент явственный стал происходить, момент трансформации, началось перерождение самой себя. Она говорит о том, что, ну, как бы, ей постоянно приходит извне данная информация. И она мне задаёт вопрос. Анечка, ну, как бы, она меня считает, да, своим духовным наставником. Какая информация к вам будет приходить по этому поводу? Потому что, когда, да, я работаю во время консультации, или, ну, когда я в роли учителя-проводника работаю, взаимодействую с людьми, те, кто были у меня на консультациях, знают, что то, что я озвучиваю, я озвучиваю не как женщина, не как, да, просто человек со своим набором, там, мнений, чувств и так далее. Я озвучиваю, являюсь проводником какой-то информации, ценной, нужной, конкретно для конкретного человека. Так вот, мы начали этот аспект разбирать. И классно мы с ней поработали. Те личные моменты, которые были важны лично для неё, останутся, конечно, только с ней. Но то, с чем хотела бы я с вами поделиться, потому что мне очень интересно, а какие вы, какая вы у меня аудитория? Да, даже вот те, кто, да, всем машу, да, рукой в ответ. Напишите вот здесь и сейчас, да, а вы достаточно ли часто меняете своё мнение? Достаточно ли часто вы наблюдаете, что, вау, я чувствовал сегодня вот так утром, а вечером я могу уже испытывать совершенно иные чувства и ощущения. Искренне, как есть, напишите. Потому что, когда я выложила утром, да, это просто было в потоке, потому что я думаю, ну, как бы, это, знаете, как тем, как всегда, огромное множество, с чем я хочу делиться. Но, естественно, не выхожу в прямой эфир, и затем событийность, она настолько интенсивная лично у меня и в жизни, и в работе, что все аспекты, которые я бы хотела поднять для нашего с вами диалога, они просто, знаете, как уходят на дальний план. А когда вот образуется, да, свободное время, к сожалению, в считанные секунды не получается вот так, что, а, что там было, что там было такого ценного, важного. Всё, время прошло, и ценность тоже прошла. Так вот, когда я выложила сториз с этой темы, реакция была очень быстрая в директ. И я увидела, что, да, это актуально. И я, знаете, что я увидела? Такой очень тонкой ниточкой прослеживается один аспект. Он, знаете, чего касается? Что как будто бы неудобно об этом говорить. Как будто бы это даже стыдно озвучивать. Что вроде бы человек говорит, да, я это замечаю за собой, но сразу же в текстовом посыле ко мне я вижу, что он передо мной оправдывается, да, пытается оправдать свои чувства в моих глазах или в глазах любых других людей. Так вот, первое, с чего я хочу начать и что я хочу озвучить, такой момент, что большое количество людей в своей жизни настолько боятся выходить из своего выдуманного, придуманного им мирочка, который помещается в очень крошечную коробочку. И это классно, потому что это выбор человека. Это классно. Всегда, где есть выбор, осознанный, это классно. Но ему настолько там комфортно, здорово, настолько безопасно, настолько в этой коробочке можно не проявляться, можно не видоизменяться, можно не идти в трансформацию, потому что это жутко больно, ну, прежде всего, да, вы что. И когда этот человек видит в другом, а к нам не приходят люди просто так, да, нам что-то хотят показать, нам что-то хотят продемонстрировать, так вот, когда они видят извне, что человек, оказывается, может поменять своё чувство, своё мнение, потому что чувствование у него по какой-либо причине видоизменились. У этого человека появляется лишь одно желание — уменьшить его до масштаба в себя же, до масштаба в своей коробочке, своих ограничений, в которой он живёт. Потому что так легче и проще оправдать себя. И легче и проще кого-либо осудить, легче и проще кого-либо через своё осуждение, и зачастую это же имеет такой, в кавычках, благородный посыл, типа «что ж ты за человек-то такой? Ну как бы разве так можно? Что ж ты за такое ничтожество? Нельзя так поступать. Нельзя так себя вести. Это запрещено». И вот этот момент такого подавления и управления, потому что желание, когда появляется желание у другого человека поработить и контролировать его чувства, это уже о многом говорит. Но это то, с чем может человек сталкиваться повсеместно везде, среди просто окружения, в семье самое страшное, самая страшная манипуляция, когда один человек не хочет развития другого человека. И это всё, каким бы ты сильным ни был внутри, а сила духа — это путешествие длиною в жизнь. Мы укрепляем свой дух. Ну, кому-то, естественно, настолько круто повезло, я считаю, что это истинное такое везение, что он что-то наработал в прошлой жизни, и ему уже, да, он уже пришёл с таким благородным благородным внутренним состоянием чувства воина, когда у него есть такое глубокое уважение к себе, к своей сути, к своим чувствам, что он на расстоянии двух вытянутых рук удерживает всё пространство, которое пытается в его поле вмешиваться, другими иными словами нарушать его границы. Быть может, да, бывают случаи, когда родители настолько здорово вложили вот этот, да, красивый такой внутренний стержень и опору в человека. Но давайте смотреть правде в глаза — это единичные случаи. По большому счёту, все мы так или иначе израненные внутри, на уровне, да, психологии, на уровне наших эмоций. И, соответственно, вот эти израненные части требуют огромной духовной практики и работы в постоянном таком своём виде. И вот эта вот сила внутренняя, она не даруется в считанные секунды. Ты можешь над ней лишь работать, ты её можешь питать, ты её можешь обогащать и наблюдать, как ты делаешь шаг вперёд, а потом несколько шагов, например, назад. И это нормально. И вот как раз такое пространство, которое хочет поселить в нас сомнения, это тоже духовный путь, и это тоже нормально. Потому что благодаря этому происходит укрепление нашей внутренней, да, нашего вот этого, нашей силы света. Когда наш канал, энергоканал Сушумна, главный энергетический канал, он становится мощнее, его сияние, его свет становится всё ярче, всё масштабнее, всё более такое, знаете, распирающее изнутри, когда происходит очень глубокая связь с нашей планетой, с космическим пространством. Так вот, моменты, когда в нас нам хотят заложить идею, что мы какие-то не такие, а если взять, ну, у меня опыт, да, работы с людьми, он колоссальный, он больше 17 лет, то, что я вижу повсеместно, в нас на подкорке зашиты программы внутренней неуверенности, обесценивания себя и всего-всего-всего того, что душит, удушает и не даёт просто элементарно свободно дышать. Потому что понятие свободы, мы все её хотим, но мы настолько глубинно несвободны, даже в тех аспектах, когда мы по наивности думаем, что это так. Потому что у нас есть такое понятие, как природа нашего ума, на ней не было акцента с рождения и с детства. Не у всех, давайте так, мы не обобщаем, не у всех был этот аспект. Как раз чувствовать, и если ты чувствуешь, это истина. Так вот, когда мы видим обесценивание извне, это нам тоже для нас огромный опыт, это огромные учителя, большие, прекрасные, замечательные, которых мы должны поблагодарить и отпустить из своего поля и пространства. Почему? Теперь давайте перейдём к аспекту. А почему же? Что ж в нас такого, не такого? Мы можем брать и менять своё мнение и чувствование. Почему это происходит? И почему это не происходит? Почему не происходит? Я начала раскрывать первые части, потому что так безопасно, так не нужно развиваться, так мы можем оправдать свою бездеятельность, так мы можем оправдать момент... Ну и так хорошо, ну и так достаточно, ну и хватит. Да я как бы не достоин большего, я это знаю, я это понимаю, поэтому я не буду идти дальше и глубже. И вот что может способствовать тому, что мы меняем в определённых... Ну что там, Господи, что там говорить в участках, в промежутках времени? Мы можем поменять за 40 минут своё чувствование кардинально, что там уж говорить в течение жизни. Почему? Потому что сейчас нам доступны такие инструменты очень классные. Я сразу же, знаете, как с козыря начну. Такие, как духовные практики. А любая духовная практика по моему опыту исключительно, она ведёт нас к одному, к тому, чтобы услышать своё истинное сердце, свою истинную душу через тотальную тишину. Потому что лишь в тишине мы можем её правильно понять без какой-либо интерпретации своего ума. Без покойного. Я надеюсь, я простым языком разговариваю, и вам понятно. Я даже стараюсь на прямых эфирах ни терминологию никакую употреблять, чтобы вам было максимально, вот чтобы вы чувствовали, чтобы вы понимали. Если что-то непонятно, обязательно пишите, и это тоже классно, когда есть вопросы. Я всё разъясню и уточню. Так вот, мои родные, когда мы можем находиться в состоянии жутчайшего смятения, хаоса, потока беспорядочных мыслей, когда мы можем себя загнать в угол сотканный из своих страхов, это такая паутина в виде жуткого вируса, когда нам жутко всё страшно, когда мы не понимаем, а что, а как, а почему, а куда, а зачем, а что же будет дальше, а справлюсь я или не справлюсь, найдутся у меня силы или нет, а смогу ли я этому противостоять, противостоять, преодолеть, а хватит ли мне силы намерения, моей веры и так далее. И вот, если мы в эти моменты найдём в себе истинную силу, потому что в хаосе, когда нами овладевают, да, беспорядочный мыслительный поток, мы должны быть истинно очень сильными людьми, сильными духом, своего духа, чтобы сесть, закрыть глаза, подготовить себя сперва, да, через правильное вхождение в медитацию, через пранаяму и так далее, сделать правильный вход и войти в состояние медитации и довести себя, дойти шаг за шагом до состояния нейтральности ума. Когда мы выходим за пределы своего ума, выходим за пределы той ловушки, которую он создаёт. И вот, когда мы вышли, и наступает момент, ну, давайте красивым словом назовём это, такой момент дзена, момент тишины, когда ты поистине просто берёшь и растворяешься, когда ты растворяешься и сливаешься с пространством бесконечности, с пространством божественной энергии Творца, Создателя, называйте как угодно, с энергией безусловной Любви, когда каждая твоя клеточка вибрирует в унисон, когда твое сердце стучит в унисон с нашей Вселенной. Это может длиться считанные секунды, но ты этого вкуса никогда в жизни не забудешь. Это уже проникнет в тебя на клеточном уровне. Это навсегда с тобой. И когда медитация завершена, ты открываешь глаза. Для меня раньше это всегда была самая большая магия, которая вообще существует. Ну, как бы я с ней не сильно знакома, я только знакома с силой женской магии, женской природы уникальнейшей. Так вот, меня всегда поражал этот момент глубинного исцеления своей души. Потому что её словно в тиски вот так вот захватили, и она там бедная сидит, и просто не вдохнуть, не выдохнуть. Помедитировал, это всё постепенно вот так вот раскрывается, ты открываешь глаза, и у тебя разделение происходит на до и после. Ты начинаешь видеть и чувствовать пространство иначе. Ты воспринимаешь то, что для тебя было минуту назад просто кромешной катастрофой, ты начинаешь видеть причинно-следственную связь, и ты начинаешь внутри испытывать благодарность к этой ситуации. Порой, чтобы этого достичь, нужно месяцок ежедневной практики. И потом с тебя словно такая пелена с глаз сходит, и ты начинаешь видеть всё совершенно иначе. Ты начинаешь осознавать, в какой ты власти находилась. У власти свои же спазмы, свои же убеждения, своих и не своих. Почему я говорю своих? Потому что ты же это применяешь, ты же это впускаешь в себя. Потому что, естественно, естественно, второй момент, через что к нам может приходить вот этот аспект, что с нами что-то не так, прийти к настоящему учителю по медитации. Вот давайте отвечу на вопрос, так как взгляд упал. У меня во время медитации мысли убегают к проблемам, страхам и так далее. Как достичь тишины в голове? Найти своего духовного наставника, своего духовного учителя, профессионала в своём деле, который ни год, ни два практикует, а у которого многолетний стаж и опыт работы с людьми в духовных практиках, и у него реально есть успехи, у его учеников, всегда штудируйте вообще количество людей, кто приходит к тем или иным людям, и вы видите результаты, вы читаете реальные отзывы, пройдите обучение медитации, и ответ на ваш вопрос, он сам по себе просто иссякнет. потому что для того, чтобы самостоятельно медитировать, есть обучение, есть огромное количество знаний, которыми вы должны обладать. Поэтому находите того человека, того учителя, кто у вас откликается исключительно по отклику, по зову, да, вы должны чувствовать мне к нему, и всё. и у вас больше этого вопроса не будет. Так, вернусь к тому, о чём я говорила, что эгрегоры, что такое эгрегоры? Огромное количество, да, определённая энергия, мощная, которая может воздействовать на сознание других людей, если так вкратце. так вот, на нас оказывает большое количество, да, влияния. Ну, родная моя, если я больше 17 лет преподаю и работаю в духовной, да, духовным практикам, естественно, я обучаю медитации, йоги, кундалини-йога, член Федерации России по хатха-йоге, тантре, обучалась мастеру в Индии, не знаю, практикам обучалась по всему миру, куда бы я не улетала, Европа, Азия, неважно, везде проходило обучение, Бали и так далее, и так далее, естественно, обучаю и медитации в том числе. Так, вернусь. Про эгрегор, да, нам не даёт договорить. Так вот, нам все хотят поселить мысль, что с нами что-то не так, и что если мы в своих чувствах, чувствах видоизменились, что мы какие-то не такие. Вы такие, с вами всё классно, с вами всё хорошо, вы такие, потому что вы живые, и вы можете отследить, где просто вы сейчас думали вот так, но вы смогли с собой поработать, неважно, пришли ко мне на консультацию, самостоятельно помедитировали, помедитировали в моём поле на групповых практиках, не знаю, пришли на югу, да, и произошла остановка ума, и вы видите, вау, а так-то это вообще не моё мнение, и так-то истинно я чувствую иначе, и да, я имею полное право, я личность, я душа, я имею полное право видоизменять, своё, да, менять свой выбор, и если утром вам казалось, что букет на столе у вас стоит с белыми розами, с белыми цветами, днём вы видите кремовый оттенок, а вечером вы видите лиловый оттенок, то с вами всё классно, знаете, почему? Потому что помимо того, что я, да, учитель профессиональный, со всеми документами, психолог профессиональный, закончила Московский институт, но я ещё и первое моё образование художник, дизайнер, 6 лет Академии дизайна и искусств, так вот, вам не кажется, вы истинно видите разный цвет, почему? Потому что есть понятие рефлексов, рефлексы, отражения одного предмета на другой, не рефлексы у человека, да, человеческие, а рефлексы отражения одного предмета на другой, когда мы видим белый цвет, да, и, допустим, один цвет рядышком будет находиться, даже сейчас, ну, по крайней мере, мне видно, зелёный цвет, допустим, здесь он один оттенок, рядышком с зелёным будет отражаться такой светло-зеленоватый оттенок, вот это и есть рефлекс, даже в природе мы наблюдаем, даже в природе мы понимаем, что, да, мы можем видоизменять своё видение, утром белые цветы, а потом кремовые, а потом с таким пудровым напылением красивым, это классно, это знаете, о чём говорит? О том, что видение раскрыто и расширено, раскрыто и расширено, и когда вас пытаются уличить и показать, что вы какой-то не такой, возьмите, согласитесь, скажите, да, я не такой, я не такой, я ненормальный, я неадекватный, моё сознание сумасшедшее, раскрытое и расширенное, я опасный человек, не нужно со мной общаться, всё вы правильно мыслите, понимаете? Но не теряйте при этом веру в свои чувства, не теряйте веру в чистоту своей души, ещё раз повторюсь, для того, чтобы видеть её в чистом, неискажённом виде, это огромный, колоссальный труд. Вы думаете, мне хочется каждый день йогой заниматься и в саламбаши шасса не стоять? Не хочется, порой вообще не хочется. Это вон на той неделе с Кристиночкой мы практиковали йогу, было полнолуние утром, и тело или на следующий день после полнолуния, не помню, но в общем не суть важна. И тело было, во-первых, ну я очень сильно, да, ты знаете, как есть побочка чувствительности, что ты не можешь отрезать, здесь ты чувствуешь, а здесь ты не чувствуешь, чувствуешь полностью всё. И воздействие, да, планет я ощущаю на себе очень сильно. И в момент полнолуния я могу чувствовать себя в два раза больше. Это, знаете, как приливы и отливы, да, Мария Океанов. И вот это чувство себя большой, чувство, когда ты истинно не хочешь делать никакую практику, но у меня есть большой бонус, у тебя есть ученик перед тобой, и у тебя есть ты, перед кем ты несешь тоже ответственность. Я помню, как было тяжко телу, было ощущение, что вчера практики у меня не было. А из серии до этого у меня в день может быть там по три практики. Два раза преподаю и один раз там сама попрактиковала. И ощущение словно, ну как бы нет, вы вообще не знакомы с йогой, как бы моё тело неадаптированное, оно так впервые, да, сталкивается и впервые входит в ту или иную асану. И вот какое же чувство и блаженство в конце. Ты думаешь, господи, чище стал ум, чище стало восприятие, тело стало звонче, ни о какой отечности речи же не идёт. Ты себя чувствуешь просто кайфовым, классным, скажем так, ты себя ощущаешь комфортно в своём теле, комфортно во взаимодействии со своим умом и слышишь свою, да, божественную душу. Поэтому это я к тому, что ну это труд, это труд огромный-огромный. это когда, знаете, как мы можем смотреть на что-то, то, чего мы ещё не достигли, мы можем видеть у кого-то и думать, ой, ну понятно, так само по себе далось, просто так приобрелось. Подарок. Я как практика, не теоретик, во всём вижу огромную-огромную работу. и уважение к тем людям, у которых есть что-то такое масштабное, крутое, допустим, чего нет, например, у меня. И я всегда с огромным восхищением, благоговением и пониманием, какого труда ежедневного это стоит. Вот. Вот. я надеюсь, что я раскрыла эту тему. я вас всех благодарю, кто был ранним утром со мной. Благодарю всех, кто будет смотреть в записи. Оставляйте свою обратную связь, она для меня очень сильно важна. это, знаете, как я ещё не достигла того уровня освобождения полностью, когда и это не имеет значения. Нет, для меня имеет значение, потому что да, это всегда очень ценно, приятно. И я вас очень сильно благодарю. Вот это вот очень вовремя, оно всегда это вот, знаете, как столько, вот была я в Дубае, да, сейчас с ребёнком. Господи, у меня за день миллиард инсайтов, миллиард, понимаете, у меня вообще-то был такой процесс очень сильный, глубокий, но плоховато себя чувствовала в том плане, что долго говорить мне было тяжеловато. Мы с Данюсиком приехали немножко простужены, вот. И я себе позволила как бы вот просто, да, отдыхать и заниматься своими внутренними реберами, брендингом, да, назовём это модным словом. Но столько было огромное количество вот этих кайфовых осознаний, с которыми хотелось делиться. И естественным образом время проходит, я уже о них знать не знаю, уже всё забыла. Но я прекрасно вижу скоростной режим, и я понимаю то, что уже ушло в дальние дали, это уже не актуально. Информация меняется вот так в считанные секунды. Информация, мы меняемся, а мы себя бедных, не знаю, пытаемся в какие-то рамки засунуть и ещё в себе сомневаться, что и ещё себе говорить о том, что мы не имеем права видоизменяться. Просто вдумайтесь и представьте себе, сколько в нас несвободы. Во мне в том числе. Если я не ещё раз повторюсь, если я не как учитель, не как человек, который озвучивает, передаю информацию, а если я просто женщина, я такая же. И это то, с чем истинно стоит работать. Истинно. так. И я вас благодарю, моя хорошая. Благодарю. Вот. Так что оберегайте свои чувства, оберегайте своё виденье, но не сужайте его. Это знаете как? Всегда осознавайте, что вы намного больше, чем вы знаете себе, чем вы думаете о себе. То, какие вы вот такие расширенные, масштабные, уникальные, каждый неповторим. Вы знать не знаете. Вы знать не знаете. И вы узнаёте только лишь в тот момент, когда вы начинаете делать шаги на пути к себе, к себе истинному. И делайте это безостановочно. Лишь тогда шаг за шагом открывается истина. Шаг за шагом мы можем соприкасаться с тем величием красивым своей бесконечной души, которая в нас есть. Вот. Я вас благодарю. Благодарю за такие приятные слова. Если не поленитесь, оставьте это всё и в комментариях будет приятно. Я вас обнимаю. Сейчас буду пробовать сохранить прямой эфир. И если всё удачно сложится, ещё и выложу его на ютуб. Я вас целую.